всем привет с вами снова наталья новикова я рада приветствовать вас на своем канале ребят сегодня хочу подвести итоги по всхожести семян моей питонии посев я производила 22 февраля 1 марта было ровно неделя от момента посева но сегодня у нас 3 марта я хочу вам наглядно показать буквально очень коротенько как я производила посев и как появлялись на свет мои всходы но у меня ребята все готово к посеву моей питонии я надеюсь что этого контейнера мне хватит сейчас схематично нарисую где у меня что будет и приступлю к посеву таблеточки я подготовила ну и для своего удобства схематично здесь набросала как и что у меня будет в каком порядке посеяна ну вот ребят семена я разложила и теперь остается их опрыскать суспензии хлореллы поставила я свою питонию в так называемые ясерки видите лампа совсем близко рядом с контейнером ну и тут же у меня стоят и мои томатики и перчик ну что ребят сегодня у нас четвертый день от момента посева питонии и им пока результат меня совсем не радует обычно она где-то всходит как раз таки начиная с четвертого дня но сейчас я вижу только единичные всходы то есть отчетливый всход который я наблюдаю это араблен пичглоу все остальные пока молчат как партизаны видно что он семечки набухли что росточки пытаются пробиться но все это как-то крайне медленно происходит напомню что в основном у меня семена были прошлого сезона то есть я приобретала две расцветки серии тайдл одну мне подарил мой подписчик и приобретала еще петуни от партнер две пачки то есть вот здесь у меня идет тайдл четвертое у меня идет партнер ну а далее уже семена которые оставались прошлого сезона в общем то пока вот так будем наблюдать и ждать терпеливо больше ничего другого не остается ну вот ребят утро пятого дня еще всходы подтянулись и большинство уже зеленеет но тем не менее есть таблетки где еще пока тишина поэтому конечно продолжаю ждать ну что ребят у нас сегодня шестой день после посева петунии не хочу сказать что результаты меня совсем не порадовали не стопроцентная всхожесть петунии серии тайдл то есть первом ряду вторая таблетка сверху пока схода не вижу в третьем ряду предпоследняя таблетка тоже имеет какой-то дохлый всход далее идет четвертый ряд это петуния от фирмы партнер здесь пока вроде как я зеленушку наблюдаю ну что это остатки работы хлореллы либо это непонятно пока что следующий ряд здесь у меня сидела опера лилак опера парпл в середине я вижу по два всхода то есть эти расцветки у меня будут далее стопроцентная всхожесть у рамблин пич глум изи сильвер внизу вообще не наблюдаю изи бургунди хорошо взошла изи плюм хорошо взошла и тишина полная у пиндолина и у трилоджи в общем то пока продолжаю ждать но думаю что буду ждать где-то дня до 8 далее буду уже открывать контейнеры давать возможность дышать всходом как показывает мой многолетний опыт выращивания петунии я ни в коем мере не утверждаю что это именно так но вот чисто из моих уже наблюдений что если петуния не всходит течение недели то всходы которые появляются позже они уже появляются какими-то дефектными и а плохо развивающимися впоследствии поэтому я стараюсь их отбраковывать то есть неделя проходит а неделя у меня была 1 марта то есть 2 марта я еще посмотрела попробовала подождать может быть что-то появится но нет и я крышку контейнера открыла потому что априори в тепличке у нас температура на 1-2 градус выше исходы начинают просто элементарно тянуться поэтому я поняла что здесь уже ловить нечего напомню что семена у меня были прошлого сезона в основном что-то я подкупала в этом а что именно это петуния серии партнер далее тайдл 3 расцветки одну мне подарил мой подписчик а 2 я заказала в соло и все остальное у меня уже оставалось из профсемян с прошлого сезона даже один пакетик вот такой петунии изи плюм веем она у меня было аж позапрошлого сезона его кстати я высаживала здесь всего одну гранулу именно она ребята взошла и очень хорошо развивается эта расцветка и этот обалденный запах именно этой петунии меня сводил с ума именно в позапрошлом сезоне я решила его конечно повторить и очень пожалела что у меня ее не было в прошлом сезоне как вы можете заметить я не подписываю свой контейнер у меня нет зубочисток с флажками где какая сорта серия я просто делаю наглядный схематичный себе чертеж на листе бумаги и мне так удобней я так делал уже не первый год не призываю остальных делать также но еще раз хочу повториться это мой личностный опыт у меня нигде ничего не теряется и в принципе я даже уже по самим сеянцам понимаю где какая серия и так поехали первые три рядочка эта серия тайдл я вам показывала в обзоре что вот эта торфяная таблетка и вот это в третьем ряду появились на свет сходы позже всего вот они и такие более как бы ослабленные хотя мне кажется они подтянутся следующий ряд это как раз таки у меня семена партнер так как я высаживала по 2 гранулы для подстраховки вот как раз это тот самый случай потому что вот здесь у меня одна серия вот здесь 2 видите здесь один сход и здесь один сход то есть я уже имею но посмотрите просто день и ночь даже серии тайдл насколько они мелкие посмотрим как они будут развиваться и что из этого получится следующие у меня рядочек это опера опера supreme лилак и опера парту также по 2 гранулы и здесь мы имеем хороших всхода это как раз таки лилак и пар пол и дальше пар пол тоже вот такой какой-то но совсем маля пусинки посмотрим дойдет он до ума удастся мне это сделать либо нет все слабое буду удалять потому что место уже для всех не хватает дальше идет у нас замечательная серия петунии ramblin pitch glow вот стопроцентная всхожесть и вот здесь посмотрите какой хороший такой всход ну а далее идет изи wave silver вот этот вот грибочек который мне нравится по форме кустика к сожалению появился на свет только один сход здесь вот это гранула вот как-то так запеклась хотя ее поливала очень интенсивно но вот вход так и не проклюнулся следующая стопроцентная всхожесть у получается изи вэй в бургунде у нас и я вам показывала моя любимка изи wave плю позапрошлый год я покупала данную серию вот тоже вот такой отличный всход а здесь у меня не взошла петуния кстати говоря изи wave white белая вот здесь тоже тишина последняя колонка вообще просто кранты можно сказать потому что это была пиндолина я ее специально не покупала это был бонус от магазина соло тишина полнейшая ну и подкачала трилоджи ароматная питания которая должна была радовать своим ароматом меня на моей террасе но увы ах сходы так и не появились вот так ребят бывает к сожалению большому ничего пересеивать не буду хотя где-то что-то еще из семян осталось просто уже и времени нет да и честно говоря желание и место скажем так потому что не за горами приход следующих черенков там тоже очень много придет вегетативные петунии придут и другие растения и бакопа и вербена и алису поэтому все куда-то нужно ставить на этом все спасибо что были со мной увидимся услышимся и всем пока пока